Привет, YouTube! Сегодня поговорим о сольном проекте Владимира Холстинина и Виталия Дубинина «Авария». Поехали! В 1997 году Арии поступает предложение от Moros Records сделать кавер-версию на свою композицию, либо на любого другого исполнителя. У Александра Морозова возникла идея выпуска этакого кавер-сборника. Холстинин с Дубинином люди гордые и не проявили интереса к переработке чужого материала. Музыканты стали думать. Дубинин предложил переделать одну из старых арийских песен в духе Стинга. Запершись в студии на полдня, Виталий записал новую версию «Искушение». Арийцам вариант понравился. Звучало все необычно и весело. Композиция так впечатлила Moros Records, а надо сказать, что она каким-то чудом умудрилась попасть в ротацию русского радио, что компания предложила арийцам записать целый альбом в таком духе. Музыканты сначала сомневались. Кому вообще будет интересно такое? Толчком к действию послужила начавшаяся совместная работа Кипелова с Мавриным. Дубинин с Холстинином решили оторваться на полную и выдать абсолютно не арийский альбом. В противовес коллегам с умудренным видом, соседающих очередной хэви-металлический столб. По здравым размышлениям решили не прибегать к вокалу Валерия Кипелова. Все-таки это был сторонний проект, единственной целью которого было произвести шоковую терапию как в рядах поклонников, так и противников коллектива. Вокальные партии исполнил Виталий Дубинин, добившись таким образом максимальной отстраненности, насколько это было возможно, от классической арии. Дубинин не раз говорил, что на стадии рыб каждый альбом звучал абсолютно не похоже на предыдущий, но стоило Валерию запеть, как вся непохожесть мигом улетучивалась, сплетаясь в естественный арийский контекст. В прессе же в то время арийцы утверждали, что идея акустического альбома возникла у них после одной встречи с поклонниками в Эр-клапе. Поначалу вечер планировался как ответы музыкантов на вопросы собравшихся, а потом плавно перетек в акустический концерт, что вызвало буйный восторг у собравшихся. Альбом позиционировали так, что авария это ответ тем журналистам и критикам, которые воспринимали арию как сплошной примитив и какафонию. Одно точно можно сказать, влияние Iron Maiden на этой пластинке минимизировано как никогда. Арийцы считали, что старые поклонники оценят такой подход, а новые слушатели даже и не поймут, что это композиции какой-то Тамарии. Маргарита Пушкина не разделяла оптимизма музыкантов. Поэт более здраво смотрела на вещи и понимала, что такой эксперимент придется многим не по вкусу. Давайте посмотрим на реакцию слушателей относительно недавних дней. Попс. Над этим альбомом можно поржать, но не больше. Хлам. Наверное деньги просто решили срубить не напрягаясь. Да уж, песниры и то лучше поют. Мое мнение, альбом говнище неповторимое. В мусор. Мне противно слушать было. Реакции в основном негативные. А теперь представьте, что творилось в те ветхозаветные времена, когда музыку на полном серьезе разделяли на попсу и рок, а сам рок на тру и не тру. Причем к тру настоящим правдивым относили в основном группы экстремального направления. Хотя положа руку на сердце и в этих жанрах хватает той самой попсовости. Просто за счет кишечной направленности вокализов это не так заметно. Распространенным заблуждением сейчас, спустя 20 лет с момента выхода альбома является то, что аранжировки, в которых представлены арийские нетренки на альбоме, являются оригинальными. Что именно в таком виде композиции изначально были написаны? Только искушение прозвучало максимально приближено к оригинальному. Маргарите Пушкиной эта версия композиции понравилась больше, чем представленная на альбоме «Игра с огнем». Все остальные композиции были музыкантами переделаны. Однако и гармония, и мелодия оставались прежними. Владимир Холстинин впоследствии будет недоволен этой работой. А Виталий Дубинин неодобрительно отзовется о собственном пении. Музыкант считает, что в его вокале было слишком много приторности. Хотя на самом деле это совсем не портит общую картину, а придает ей лоска. Владимир Холстинин считал, что для поднятия интереса у публики на пластинку стоит включить пару оригинальных композиций. Виталий Дубинин был против этой идеи, но сдался под напором Владимира. Рыбы были переданы Маргарите Пушкиной. Поэт очень оперативно подготовила для музыкантов приемлемые тексты. Композиция «Такая вот печаль» была давно в разработке у Дубинина. Изначально музыкант планировал ее для альбома «Кровь за кровь». Виталий хотел построить на ее мелодии и гармонии чистокровную арийскую композицию. Но ничего путного из этой идеи не получилось. Музыканты никак не могли придать ей нужную форму и попросту отложили ее в стол. Первый написанный Пушкиный текст был посвящен гибели Титаника. Причем, как водится у Маргариты, причина катастрофы была отнюдь не тривиальна. В трюме везли гробницу фараона, и именно его посмертное проклятие обрекло людей на гибель. Но Дубинин предпочел более приземленный вариант. Ужас и страх и вовсе не планировался для арии. Совершенно посторонняя композиция. Существует легенда, что ужас и страх Виталий Дубинин посредством популярного в эстрадной среде художника Василия Гаврилова пытался продать Филиппу Киркорову. Начались даже какие-то переговоры, но потом, когда местная тусовка прознала, кто автор, дело зарубили на корню. Маргарита Пушкина лукаво исследует природу страха и приходит к выводу, что все уходит и приходит, и лишь страх идет с человеком рука об руку от самого рождения и до самой смерти. Улица Рос, как вы помните, была написана последней для альбома Герой Асфальта и представляла собой медленную и печальную балладу. По общему решению ее решили ускорить, а Холстинин добавил в композицию мелодический ход «Я люблю и ненавижу тебя. А-а-а-а-а-а-а». Интересный факт, что открывающий композицию риф был позаимствован музыкантами не как водится у жителей Туманного Альбиона из Iron Maiden, а у сурового датчанина Кинга Даймонда. Обратите внимание на футболку Дубинина. На этой фотке Ким Петерсон собственной персоной. Следовательно, арийцы как минимум были знакомы с творчеством короля. Так что... Музыканты репетировали втроем в течение двух недель, а потом записали альбом по словам Владимира Холстинина за три дня. Писался альбом в то же время, что и «Смутное время» на студии MDM, из-за чего Маврин Скипеловым решили, что Дубинин и Холстинин за ними просто приглядывают. Виталий Дубинин исполнил партии вокала, играл на басу и клавишных, Владимир Холстинин прописал все гитары и часть клавишных, и Александр Манякин отстучал все партии ударных. Анжелина Маркова, принявшая участие в композиции «Зомби», в основном очень много поет в различных рекламных роликах. Сольных проектов у нее не было. Оформлением пластинки занимался известный художник Владимир Волегов, прославившийся шаржами на известных людей. Что и можно наблюдать. Андрей Большаков признался, что не понял для чего был записан этот альбом. С его точки зрения работа вышла ужасной. Его жена и вовсе посчитала пластинку ярким доказательством ее тезиса о том, что Ария – это шансон с металлическими гитарами. А в Ария – это красивая и печальная музыка, порою срывающаяся в безумное веселье. После прослушивания оставляющая на душе легкость с небольшим послевкусием печали. Альбом Ария вышел очень техничным и мягким. Безукоризненное исполнение с кратчевыми аранжировками завораживает непривычностью, но в то же время подкупает светлой ностальгии по давно ушедшему времени. Если вам понравился ролик, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До новых встреч!